Давным-давно, в Тридевятом царстве, в русском государстве, жил-был Федот-молодец, удалой продавец. Торговые палаты Федота находились в самом центре русского государства, и вхож туда был всяко разный народ, ибо широкий ассортимент заморских и отечественных товаров имелся у Федота. Федот был честным и законопослушным налогоплательщиком своего царства. Как и все купцы-продавцы на Руси, но недалеко от торговых палат располагалась лавка Соловья-разбойника. Был он недобропорядочным гражданином Тридевятого царства, так как скрывал свои доходы, и каждый раз при визите бояр из налоговой инспекции лавку закрывал. Слухи о бизнесе Соловья дошли до самого государя, и решил царь-государь послать бояр на плановую проверку в Тридевятое царство. Когда прибыли бояре в торговые палаты, все доколаза суетились, зашли они и к Федоту. Тот принялся их угощать всякими вкусностями, сладостями, подарками задаривать. Но не принимали угощения господы, а попросили Федота предоставить записи о доходах и расходах. Федот являлся плательщиком единого налога на вмененный доход, потому не имел кассового аппарата. Доверительные отношения между продавцом Федотом и его покупателем основывались на чеке, который Федот выдавал без кассового аппарата. Изнурительны были проверки и для купцов, и для налоговых бояр. Всех обошли бояре и в конце своей проверки дошли до лавки соловья-разбойника. При очередной проверке лавка соловья была закрыта. Хозяина на месте не оказалось, на что налоговые бояре обратили особое внимание. И поняли, что-то тут нечисто. Вызвали отряд богатырей и вскрыли лавку разбойника. Никаких документов, никаких отчетов не было. Потому бояре наложили арест на лавку, отыскали ее хозяина и выписали штраф, при неуплазе которого соловью будет грозить темница. Вернувшись в Царьград, доложили бояре царю о случившемся. Выслушав их, царь издал указ. Я, царь-государь всея Руси Владимир, официально заявляю, что с первого дня второго зимнего месяца нынешнего года вводится новый порядок работы с контрольно-кассовой техникой, ибо это облегчит работу налоговых бояр и продавцов. В этом указе говорится, что все продавцы, которые проводят наличный и безналичный расчет с покупателями и являются плательщиками общего и упрощенного налога, обязаны перейти на электронную систему не позднее первого дня второго летнего месяца нынешнего года. А те плательщики, которые работают по патентной системе налогообложения в едином временном налоге на доход и представляют сферу услуг, могут осуществлять расходы без кассового аппарата до первого числа второго летнего месяца следующего года. Весть об указе царя облетела все тридевятое царство и порадовала весь честной народ, ибо предоставлять документы продавцов о продажах в налоговой палаты можно теперь в режиме реального времени. Операторы налоговой палаты могут контролировать все продажи и доходы от них, а покупатели могут получать информацию о своих покупках в мобильном приложении через специальный штрих-код.